В эфире программа Актуальное интервью. Студия Ольга Руслова. Здравствуйте. В 2021 году в Ненецком округе зафиксировано большое количество пожаров по сравнению с прошлым годом. В чем причина и как обезопасить себя и близких от огня, расскажет заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Ненецкому округу Денис Литвинов. Здравствуйте. Здравствуйте. Денис Александрович, расскажите, как сложилась обстановка с пожарами в 2021 году на территории Ненецкого округа, какие последствия были зафиксированы? Да, ну действительно, на протяжении всего 2021 года у нас наблюдается стойкий рост пожаров. Вот так, на сегодняшний день у нас зарегистрировано 139 пожаров. В прошлом году за аналогичный период произошло 107 пожаров. Ну и тут же хочу отметить, что за весь прошлый год, за 12 месяцев произошло 117 пожаров. То есть в этом году год еще не закончен, но мы уже опередили весь прошлый год. Также у нас наблюдается рост погибших на пожарах, если в процентном соотношении, то это 100%. У нас за весь прошлый год погиб один человек на пожарах, в этом году у нас погибло двое человек на пожарах. Ну и небольшое, но также превышение по травмированным на пожарах. В прошлом году было травмировано 8 человек на пожарах, в этом году травмировано 9 человек на пожарах, среди них один подросток. А основная причина пожаров в этом году? Немного меньше половины основная причина пожаров это неосторожное обращение с огнем и другими источниками повышенной опасности. Это 57 случаев из 139. Дальше, если по статистике, по снижению это 25 пожаров по причине печного отопления, то есть нарушение эксплуатации, нарушение монтажа печей, печного отопления. И 35 пожаров произошло по электротехнической причине. Здесь, опять же, неправильная эксплуатация, неправильный монтаж электроприборов. А вот первая причина, да, вот эта основная, вот если сказать это обывательским языком, вот что это? Это костры неправильно разводят? Что это делают там? Что-то дома подожгли? Как это? Вот что происходит? Да, в том числе и костры неправильно разводят. Вот последнее время у нас участились, когда зима наступила, да, снегоходная техника, то есть в гаражах заправляют снегоходы топливом. Вот при этих действиях происходят возгорания. Вот один из последних случаев даже человек травмы получил при заправке снегохода топливом. Ну и неосторожность при курении также очень распространенная причина. Как можно заправлять снегоход и загореться? Ну вот кроме если не курить, допустим. Оно возгорается, что ли? Да, например, если не заглушили технику, да, заведенную технику заправляем, это первое. Второе, может возникнуть разряд статического электричества. Тоже искра и паровоздушная смесь очень быстро воспламеняются. Вообще, конечно, на самом деле это очень-очень, ну, даже не думала, что может просто на пустом месте загореться. А на каких объектах чаще всего происходят пожары? Что горит? Дома, сарай, гаражи? Ну, в основном горит жилфонд. Ну и сюда же мы относим на дворовые постройки, то есть бани, гаражи, подсобные строения. Ну, также хочется отметить, вот в начале года у нас наблюдался рост возгораний на автотехнике. Ну, это может быть даже было связано с сильными морозами, техника не справляется, приходит в негодность и происходит возгорание по этой причине. А так, в основном, да, у нас это все жилфонд, там, где более связано с деятельностью человека. А где чаще происходят пожары в городе или на селе в муниципальных образованиях? Ну, у нас по статистике примерно делится на пополам. То есть, город и искатели, у нас произошло 78 пожаров, вот, все остальное из 139 пожаров произошло в сельских населенных пунктах, либо за границами сельских населенных пунктов. Ну, есть такие объекты, как охотничьи, рыболовные избы, есть у нас природные пожары, также были в этом году тоже, которые происходят на межселенной территории. Так что, вот, примерно напополам делится статистика. А вот эти вот пожары, которые происходят за пределами населенных пунктов, вы говорили, вы тоже их фиксируете? Каким образом вы фиксируете? То есть, заявляет человек, что вот у меня там изба стояла, она сгорела, или как это происходит? Да, нам поступает информация от жителей, мы все факты возгорания, факты пожара, все мы регистрируем из себя, в том числе и даже если не какой-то объект, вот, как сказали, изба сгорела, но и если в природной среде горит мох, горит там кустарник, это все у нас регистрируется как пожары. А с чем связано то, что в этом году такого большого количества возгораний? Это от чего-то зависит? Это зависит от каких-то условий определенных, или это просто так сложились обстоятельства? Нами проведен был анализ по количеству пожаров, по причинам пожаров, по объектам пожаров. И здесь, конечно, у нас начало года большую роль сыграло это сильные морозы. И вот в период сильных морозов характерны были причины для возникновения пожаров, это перекал, например, труб у приборов отопления, то есть печи, котлы, если взять, ну вот они всегда были, да, в прошлом году печи были у людей, в позапрошлом году печи были у людей, вот, но они просто так сильно не топились, как вот в этом году в сильные морозы. И в месте, где труба пересекает, там чердачное перекрытие, потолочное перекрытие, вот в этом месте происходит перегрев, и строительные конструкции от трубы сначала отлеют, потом загораются. И также вот я уже обращал внимание на автомобильную технику, то есть у многих на автозапуске стоят автомобили, также многие люди пользуются котлами электрическими подогрева двигателя автомобиля. И вот по этой причине также у нас был зафиксирован рост количества пожаров, вот и на автомобильной технике по сравнению с прошлыми годами. Так что вот это нам все по статистику и дало такую неблагоприятную. А природные пожары, у нас же вообще очень редко они фиксируются, в этом году разве лето такое жаркое было, что горело что-то? В этом году достаточно комфортная была температура, погода летом для возгораний, и хочется отметить, что все возгорания, они всего скорее были связаны с действительностью человека. Ну есть такое понятие, как там сухие грозы, да, вот, ну таких природных явлений мы направляли запросы в метеослужбу. Ну вот, ну таких природных явлений не было в тех местах, где происходили пожары, то есть это опять же все деятельность человека. Охота, рыбалка, ягоды, грибы, вот, несоблюдение требований пожарной безопасности, вот, приводят к природному ландшафту пожарам. То есть не затушили костер и в результате загорелся лес. Да, да, все верно. А сколько таких было пожаров, если, ну, если есть статистика? Да, на этот год у нас статистика есть, причем она в разы превышает прошлый год. У нас в этом году зарегистрировано 15 природных пожаров на территории округа. В прошлом году таких пожаров зарегистрировано 3. Ну, хочу здесь еще отметить, что в прошлом году, причем даже, ну, очень редкий случай для Ненецкого автономного округа, был зарегистрирован один лесной пожар, то есть он конкретно произошел на землях лесного фонда. Вот, в этом году лесных пожаров не было. Были только лишь природные на землях, которые не отнесены к землям лесного фонда. А вот лесной пожар, он чем отличается? То есть, ну, это какая-то, вот, какая разница, лесной фонд или природный фонд, как это отличить? Да, ну, разница в учете, так же, как в учете пожаров по зданиям, да, есть там здание, которое кому-то принадлежит, и этим может быть нанесен ущерб. А есть здание бесхозное, да, там, которое балансовой стоимости не имеет, и здесь никаким лицам ущерб не наносится. Вот, в ходе лесного пожара, там уже горят земли лесного фонда, то есть лесные насаждения, которые зарегистрированы установленным образом. А какие муниципальные образования у нас, вот именно по пожарной статистике, самые неблагополучные? Да, в этом году из сельских населенных пунктов по количеству пожаров мы можем выделить это Приморско-Кузький сельсовет, поселок Красное. Там произошло в этом году 9 пожаров, в селе Несь произошло 6 пожаров, и в селе Коткино произошло 4 пожара. Ну, это вот такие у нас лидеры среди населенных пунктов по количеству пожаров. То есть получается, что вы по количеству пожаров выделяете, а по благополучности, неблагополучности, это только вот за один год? Ну, то есть статистика за один год берется, правильно? Ну, за этот год, так-то у нас статистика есть за все предыдущие годы. То есть мы все это считаем, направляем в Москву, общая статистика общероссийская из этого выводится. Но если брать конкретно этот год, то по этому году вот у нас вот эти населенные пункты. Другие годы были, ну, другие. Как бы это не многолетняя, так скажем, тенденция. Так же, как и вообще по количеству пожаров. Да, вот этот год у нас, ну, он из ряда, скажем, выходящий по росту количества пожаров. Какие профилактические меры принимаются для того, чтобы вот как-то стабилизировать обстановку с пожарами на территории округа, в городе и вот населенных пунктах? Да, ну вот, как я и сказал, да, исходя из анализа и исходя из причин и объектов пожаров. То есть это жилфонд и человеческий фактор. Вот в этом направлении ведется и большая часть профилактической работы. Это работа с населением, это подворовые обходы, распространение средств наглядной агитации среди населения. Даём комментарии по всем пожарам на телевидении. Также при возникновении каких-то сезонных рисков работаем с населением. То есть, например, ну, лето, да, летний пожароопасный период. Это период пикников, выходов, выездов на природу. Вот в этом направлении работаем. Отопительный сезон, начало и прохождение. Вот сейчас как раз самый у нас горячий, так скажем, период наступил по этому вопросу. Также эти вопросы мы отражаем на телевидении. Также эти вопросы обсуждаются на различных комиссиях, в том числе на комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности различного уровня. Это как и на субъекта региональной комиссии, так и на районах и муниципальных. Встречаемся с должностными лицами в рамках семинаров. Вот, как, например, на августовской конференции руководителей учреждения образования. Не так давно проходил семинар с главным муниципальных образований. Также наши представители в всех этих мероприятиях участвовали. Ну, и основой, наверное, это работа с населением. Ну, работает не только наше главное управление, привлекаемые различные организации, в том числе общественные, вот Общероссийский народный фронт, молодежка подключилась в работу. Вот также они проводили подворовые, поквартирные обходы, доводили информацию до населения о недопустимости нарушений требований пожарной безопасности. Так что, да, работу ведем, и эта работа начала давать результаты. Вот по проведенному анализу по количеству пожаров, вот последние несколько месяцев, это сентябрь, октябрь, ноябрь, у нас уже идет снижение. То есть, там, в прошлом году, если там в сентябре было 9 пожаров, то в этом году в сентябре было 6 пожаров. Ну, вот в таком плане. А причины пожаров на селе и в городе, они отличаются или нет? Да, наверное, нет, все так же вот, ну, ровно идет, как вот по количеству пожаров, да, то есть, там, пополам-напополам, так же и по причинам. То есть, вот если взять, например, в городе нет, например, ну, печного отопления, да, в домах там в основном все центральное отопление, вот, но здесь, опять же, у нас добавляют гаражи, так же у людей есть, которые с печным отоплением, бани с печным отоплением, то есть, здесь, как бы, у нас статистика более ровная в этом плане. А печки, вот они какую несут опасность, и как все-таки обезопасить себя, если у тебя где-то есть печка, и ты топишь ее или отапливаешься печкой? Да, здесь правила несложные, ну, во-первых, ни в коем случае нельзя оставлять печь без присмотра, то есть, если мы ее затопили, мы должны все время за ней следить. Дальше, как, наверное, подготовительный момент, это сама установка печи, то есть, нужно выдержать все расстояния, чтобы она вплотную там не стояла рядом со стеной, да, деревянной особенно, как я уже говорил, чтобы дымоход был выполнен в соответствии с требованиями, то есть, чтобы он тоже плотно не прилегал к строительным конструкциям, а был огорожен негорющими материалами. И касается, наверное, больше сельских населенных пунктов, это не допускать к топке печей детей. То есть, ну, в деревне, да, там часто можно встретить, что дети более подготовлены, да, к жизни, они все умеют, вот они там печь могут и затопить, и растопить, это, конечно, хорошо, но ни в коем случае детям получать эти обязанности нельзя. А вот эти вот правила, как нужно пользоваться печью, они где-то есть? Где-то вот человек, допустим, дома у себя печь свою ставит или хочет проверить их, где-то он может ознакомиться, каким образом она должна быть по правилам установлена, чтобы не возникало пожаров? Да, есть, ну, он, наверное, самый такой легкий и для всех подходящий документ. Это постановление правительства номер 1479 о противопожарном режиме в Российской Федерации. То есть там все основные требования пожарной безопасности отражены, и причем, ну, требования самые элементарные, в том числе по эксплуатации печного отопления, также по использованию, эксплуатации путей эвакуации, то есть двери должны быть открыты, да, не захламляться пути эвакуации. Также там есть ряд требований касательно, ну, вот мы все говорим про жилфонд, про население, но есть же и объекты, да, с руководителями, с должностными лицами, там также все определено, что должен делать руководитель на своем объекте для соблюдения требований пожарной безопасности. Вот, наверное, вот этим документом это в первую очередь для всех, для населения, для должностных лиц в первую очередь можно пользоваться, и там мы все ответы найдем на вопросы пожарной безопасности. Синоптики уже в эти выходные прогнозируют очень холодную погоду, да, и вот если это действительно будет так, если действительно начнутся морозы, означает ли это, что будет существовать опасность возникновения большого количества пожаров или вообще каких-то пожаров? Да, конечно, при понижении температур всегда есть риск возникновения пожаров, ну, это связано не обязательно с приборами, там, печного отопления, там, котлы, печи, также возрастает нагрузка и на электросети, то есть и приборы отопления, да, и тепловые завесы начинают работать, также есть риск и возникновение по электротехнической причине пожаров. Вообще, вот, какая есть зависимость от погодных явлений и пожаров? Есть такая зависимость или... Ну, погода всегда нам, да, она приносит определенные риски, вот, например, лето, да, там, длительное засушливое лето, это риск природных пожаров, ну, вот, как уже я говорил выше, это при сильных морозах, вот, что для наших широт особенно актуально, также возникают риски возникновения пожаров, там, по печному отоплению, по электрике, да, это безусловно так. Вот сейчас приближаются новогодние праздники, каникулы, и дети, ну, все-таки они будут посвободнее, они будут себе предоставлены. Часто ли вот какие-то детские шалости становятся причиной пожаров? Ну, вот, как я уже отметил, да, в этом году у нас был случай травмирования подростка на пожаре, причем как раз вот он нарушил, сам лично нарушил требования пожарной безопасности, отчего сам же и пострадал. Вот, ну, к счастью, у нас такая статистика, она не вызывает угрозы, и в этом направлении главным управлением также ведется профилактическая работа, то есть наши сотрудники участвуют во всех уровнях комиссий по делам несовершеннолетних, это и региональная, и городская, и муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних. В повестку регулярно там мы включаем свои вопросы по обеспечению пожарной безопасности, в том числе и недопустимости травмирования и гибели детей на пожарах с детьми, в частности, также ведется работа при открытии летних площадок, проводятся занятия с детьми. Также, когда дети убывают в лагеря из Денинского округа, вот за пределы субъекта, в частности, в детском доме, когда дети убывают, вот мы проводили также занятия с детьми, которые едут на отдых в другие субъекты Российской Федерации. На отдельном контроле у нас работа с многодетными семьями, ну это также через комиссии по делам несовершеннолетних, через управление социальной защитой мы работаем в этом направлении, и работа ведется, и, наверное, действительно она дает свои плоды, и у нас в этом отношении статистика более-менее нормальная. Вот, коль скоро праздников новогодних темы затронули, сейчас я знаю, что рейды проходят по магазинам, которые торгуют пиротехникой, это вот ваше ведомство ведь этим занимается, расскажите, пожалуйста, про эти рейды, что удается найти, какие-то есть нарушения. Да, все верно, проводим, ну это у нас, наверное, уже традиционно, в течение последних нескольких лет, ну здесь хочется отметить также предприниматели, у нас традиционно занимаются одни и те же, и это, наверное, уже идет плюсом в этой работе, то, что они опытные, они все знают требования реализации пиротехники, в том числе, что детям нельзя пиротехнику продавать, то есть только взрослым, только родителям, и ни в коем случае детям не должна пускаться пиротехническая продукция на объектах торговли. Также по требованиям размещения пиротехники, также закрытые витрины, доступа прямого покупателей нет к этой пиротехнике, продавец-консультант подходит, все объясняет, все показывает, только в присутствии продавцов. Ну и по качеству пиротехнической продукции также учитываются сроки годности, ни в коем случае мы не находили, чтобы на витринах лежала просроченная какая-то продукция, то есть все сроки соответствуют срокам эксплуатации и реализации. Также проверяется упаковка, то есть чтобы не было повреждений, не было следов отсыривания, не было там следов какой-то эксплуатации, то есть все упаковано, все в заводской упаковке. А нарушения какие-то были выявлены, сейчас рейды же уже проходят, что-то есть где-то не так, куда не надо ходить, не надо покупать торды? Нет, ну такого антирейтинга, так скажем, нет, то есть у всех все соответствует, все в порядке. Потому что вот опять же я говорю, что не первый год, то есть все все знают, и просто, наверное, себе даже дешевле и удобнее сделать один раз все в соответствии с нормами, чем потом переделывать и нести какие-то там потери, в том числе и административные. А вот люди пойдут покупать, на что нужно обратить внимание, когда человек покупает пиротехнику, чтобы уже дома самому не столкнуться с какими-то неприятностями, что нужно сделать, какую технику безопасности стоит соблюдать, чтобы праздник нормальный был без происшествий. Да, ну для начала нужно определиться, чего мы хотим от пиротехники. Либо это будет хлопушка, да, либо это будет там 10 залпов, которые там полукруга увидят и услышат. Вот, а вообще первое, что нужно сделать с пиротехническим изделием, это ознакомиться с инструкцией. И также нужно обратить внимание при приобретении пиротехнического изделия, есть ли вообще на него инструкция, доступна ли она написана, на русском ли языке, все ли там моменты отражены. Вот, и уже в соответствии с инструкцией действовать. Ну, даже, например, кроме инструкции, да, ну есть, наверное, общие прописанные там правила, что ни в коем случае пиротехническую продукцию нельзя применять дома, в помещении. Обязательно нужно выйти на улицу. Для этого, как я уже говорил, предварительно нужно ознакомиться с инструкцией по правилам, начиная с установки, то есть как и где нужно установить, какая безопасная зона, на каком расстоянии зрителям можно находиться от данного изделия. Ну, при выборе места, опять же, запуска пиротехники, это должно быть ни в коем случае в непосредственной близости от строения, от домов. Также, если в городе, да, есть парковки автомобильные, то есть там подальше от автомобилей, свободное пространство, обязательно нужно посмотреть линии электропередач, чтобы не проходили над местом запуска пиротехники. Ну, и возвращаясь, опять же, к вопросу детей. Дети находятся только в качестве зрителей. Ни в коем случае они не участвуют ни в установке, ни тем более в запуске и приведении в действие пиротехники. После установки пиротехнического изделия, когда его запустили, все понаблюдали, рекомендуется лицу, которая, ну, вот, занимается этим, да, которая там вот устанавливала, которая запускала, понаблюдать какое-то время, чтобы удостовериться точно, что все заряды выпущены, пиротехника полностью отработала, и после этого уже территория очищается от остатков пиротехнической продукции. Вот, ну, бывает, да, когда пиротехника не сработала. Вот, что делать в этом случае? Ну, ни в коем случае не нужно пытаться выяснить причину, то есть, там, подходить, заглядывать, изучать, что-то поправлять, то есть, подожгли фитиль, запуск не произошел. Некоторое время подождали, убедились, что, ну, точно уже не будет никакого срабатывания, вот, можно даже для уверенности присыпать это изделие снегом, опять же, подождать, вот, ну, после этого уже очистить, также ни в коем случае не оставлять. Очистить место запуска пиротехники от этого изделия. Вот, что статистика говорит, на Новый год много у вас обычно вызовов, или Новый год это спокойный праздник? Новый год, вот, особенно в этом году у нас начался очень активно, вот, у нас в прошлом году за новогодние праздники не было ни одного пожара. В этом году ездили практически через день и каждый день на пожары, на возгорания. То есть, этот Новый год, ну, так, выделяется из прошлых по количеству пожаров, именно вот, период новогодних праздников, выходных дней. А в чем была причина такого количества? Ну, вот, опять же, морозы. Вообще, да, вот, в новогодние праздники по причине пиротехники у нас пожаров не так много. Ну, был, конечно, случай, который несколько лет назад произошел, там, выгорела квартира, конкретно вот из-за попадания пиротехнического изделия на балкон квартиры, вот, но люди, надо отдать должность, должность и относятся ответственно, требования эксплуатации изделия не соблюдают, и вот, больше с тех пор таких случаев не было. Вы же, вот, профилактикой занимаетесь, это же не только люди, да, это не только жилые какие-то строения, это еще профилактика в различных учреждениях, да, в общепите. Вот, расскажите, какая профилактическая работа ведется в течение года, и с какими учреждениями вы работаете? Ну, основной упор у нас, конечно, направлен это на здравоохранение, социальную сферу образования. Ну, так, каждый год у нас проводятся проверки всех школ, это по подготовке к новому учебному году. Вот, участвует у нас личный состав в тренировках по эвакуации, то есть нас приглашают, совместно проводим, после этого обсуждаются, если есть какие-то проблемные вопросы, если какие-то вопросы возникают, то ищем пути решения, находим их. Ну, и до руководителей доводится, ну, в первую очередь, ответственность, они все являются должностными лицами, и на них возложены определенные обязанности, в том числе и по соблюдению требований пожарной безопасности. И здесь также есть требования по обучению, то есть руководители, ответственные за пожарную безопасность в организациях, они должны пройти обучение по специальным программам в учебных центрах по пожарной безопасности. И дальше уже они также с персоналом работают по инструктированию, инструктированию, это вводный инструктаж, первичный инструктаж, повторный, целевое, все инструктажи должны вестись, должны разработаны быть инструкции. Вот все это мы проверяем, если какие-то недочеты выявляются, то вручается предписание, ну, не только предписание, но и ведется разъяснительная консультационная работа, ну, прям в живом диалоге, да, понятно, когда ты человеку там написал, сухим языком законов, может быть, что-то там не понять, да, не совсем специалист в области пожарной безопасности, то всегда мы объясним, доступно. Также работаем по обращениям граждан, это федеральный закон 59-й, рассмотрение обращений, то есть обращения поступают в главное управление по всем вопросам, там, по противопожарным разрывам, по, очень часто идут обращения по захламлению мест общего пользования, ну, это элементарно подъезды, да, то есть кто-то личные вещи хранит, мебель хранит в подъездах, вот, здесь ответственные соседи обращаются, вот, инспектора выходят на место и добиваются устранения нарушений требований пожарной безопасности. Расскажите, что нужно сделать, как нужно себя подготовить, чтобы вот новогодние праздники прошли без всяких происшествий, чтобы все было хорошо в плане противопожарной безопасности, в домах, на улице, везде? Ну, про пиротехнику мы уже сказали, вот, ну, и также нигде в требованиях пожарной безопасности не отражено, но еще есть такое понятие, ну, как алкоголь, да, то есть при употреблении алкоголя люди теряют бдительность и могут сами себе навредить, вот, не злоупотреблять этими вещами. И новый год, это не только пиротехника, это гирлянды, иллюминация и все остальное, вот, также здесь тоже следует обратить внимание при приобретении гирлянды, то есть, чтобы она была целая, сразу я проверить, чтобы она была исправна, чтобы не было никаких нарушений проводов, соединений, не было нарушений изоляции электропроводов, и, опять же, не следует оставлять без присмотра, то есть, зажгли мы елочку, гирлянда светится, если мы куда-то из дома уходим, обязательно все нужно выключить. Наверное, вообще все нужно выключать, когда из дома выходишь? В том числе, да, то есть, ну, по максимуму электроприбора, там, холодильник. Не, ну, понятно, холодильник оставлять, но... Да, да, вот, ну, гирлянды обязательно стоит выключать. А насколько опасно вот использование бенгальских огней? Вот я просто видела, что люди запускают, допустим, где-то на площади, могут просто бросить его, это опасно, или он не загорится от него, там, соседский пуховик, я не знаю, там... Конечно, это очень опасно. Также на бенгальские огни, бенгальские свечи, есть инструкция по их применению, по их эксплуатации. Ну, и ни в коем случае, вот как вы сказали, да, там, когда он там догорает, мы его подбрасываем вверх, конечно, мы же не можем точно знать, куда и на кого он упадет. И мы можем действительно кому-то и травмы нанести. То есть, вот на площади, когда будет скопление народа, да, после 12, когда пойдут гулять, тоже нужно соблюдать, да, какие-то меры? Да, и вообще я бы рекомендовал там в местах скопления людей вообще этими приборами не пользоваться. Потому что это, ну, в любом случае несет определенную опасность не только для себя, но и для окружающих. Денис Александрович, спасибо большое, что вы нашли время. Я надеюсь, что у вас будет спокойный Новый год, и у жителей Ненинского округа тоже у всех будет спокойный Новый год. Все будет хорошо в плане противопожарной безопасности. Спасибо, что пришли к нам. Наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что мы говорили о причинах пожаров и безопасном обращении с огнем. Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ненинскому округу Денисом Литвиновым. До свидания, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин